И считаю, что именно так нам с вами и нужно поступить. Поэтому считаю целесообразным будущей Государственной Думе, правительству решить вопрос о передаче свободных земель, находящихся в федеральной собственности, под кооперативную стройку для всех бюджетников, без исключения, для врачей, для учителей, преподавателей вузов, работников культуры и социальной сферы. Это будет и правильно, и справедливо. Я прошу регионы Российской Федерации подключиться к этой программе, в том числе за счёт своих возможностей помочь с обустройством инфраструктуры. Для каждой семьи в России должна быть перспектива решить свою жилищную проблему. Это наша важнейшая, одна из важнейших задач. К 2016 году предстоит практически удвоить объём жилищного строительства. И прежде всего это должно быть современное, доступное жильё. Но главные критерии для нас не просто квадратные метры, а реальная возможность для российской семьи с самыми разными уровнями достатка – вселиться в новый дом или квартиру, обустроить свой семейный очаг. Уже в ближайшее время вслед за снижением инфляции нужно обеспечить дальнейшее снижение ставок по ипотечным кредитам. Это рыночные субстанции. Я хочу сказать об этом очень аккуратно, но где-то к 6,5-7% мы должны в ближайшие годы подвинуться. Доступное жильё – это ещё и понятные и справедливые цены на коммунальные услуги. Мы не должны мириться с тем, что людям лезут в карман, что управляющие и коммунальные компании выставляют необоснованные счета за тепло, свет и воду. Здесь нужно сохранить самый строгий контроль. Сейчас мы приняли очень важное и жёсткое решение – ограничили рост тарифов большинства естественных монополий. Он не должен превышать погоду, уровень инфляции. Исключение сделано, как вы знаете, только для РАО и РЖД, имея в виду необходимость обеспечить безопасность и ремонтные работы в течение всего года. Это решение – сдерживание тарифов естественных монополий, которое будет расти по инфляции – должно сдержать и рост тарифов на услуги ЖКХ. В дальнейшем реализуем здесь комплексный подход. Предлагается установить социальную норму потребления коммунальных ресурсов, в пределах которой цены на коммуналку не будут расти выше инфляции. А вот тот, кто расточительно расходует свет или воду, или у кого много квартир, тот будет, конечно, платить больше. Это вполне справедливо, да к тому же подтолкнёт к бережливости внедрению новых технологий. И, конечно, будут выполняться обязательства перед гражданами, которым государство должно предоставить жильё. Совместно с регионами мы добьёмся полного выполнения наших обязательств перед участниками Великой Отечественной войны по обеспечению их жильём. За два ближайших года все очередники в вооружённых силах и внутренних войсках МВД получат постоянное жильё. Мы продолжим решать эту проблему и для других силовых ведомств. В дальнейшем военнослужащие смогут получить квартиры в плановом порядке, без многолетних ожиданий, как это было до сих пор. Военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов должны иметь полный пакет социальных гарантий для себя и своих семей, зарплату адекватную их огромной ответственности. На уровне АТО и, учитывая тяготы военной службы, выше зарплат, которые получают квалифицированные специалисты и управленцы в ведущих отраслях экономики. С 1 января 2012 года повышается денежное удовольствие военнослужащих вооружённых сил и внутренних войск, а также сотрудников органов внутренних дел. С 1 января 2013 года на новую систему будет переведён личный состав всех других силовых ведомств. И ещё один вопрос, уважаемые коллеги, который мы обязаны решить и решить незамедлительно. Это военные пенсии. Пенсии всех военных пенсионеров, вне зависимости от ведомственной принадлежности, уже с 1 января 2012 года вырастут в среднем в полтора раза. Уважаемые друзья, люди справедливо говорят о том, что возможность достойно жить, делать карьеру, зарабатывать, дать хорошее будущее детям должна быть не только в столицах и крупных городах, но и на всей территории страны, в любом городе и в любом посёлке России. И здесь кроется огромный потенциал для нашего развития, для освоения и обустройства гигантских российских территорий. Для этого нам нужно в полной мере раскрыть принцип федерализма как конкурентного преимущества нашей страны. Мы также должны поддержать и укрепить местное самоуправление. Мы предоставим российским регионам и муниципалитетам больше полномочий и финансовых ресурсов. Но и ответственность, конечно, власти на местах будет выше. При этом нам необходимо стимулировать регионы, которые реализуют программы развития, укрепляют свою доходную базу, усилить их заинтересованность в дальнейшем наращивании собственных налоговых поступлений. В свою очередь, и об этом мы говорили на встрече с теми коллегами, которые успешно прошли предварительное голосование, в свою очередь на уровне субъектов Российской Федерации должны появиться инструменты и институты поддержки муниципалитетов. Мы должны всеми силами поддержать территориальную самостоятельность, самоорганизацию, добровольчество, активность общественных структур и бизнеса в региональном и муниципальном процессе, в региональной и муниципальной жизни. Это важнейший фактор укрепления доверия граждан к государству и власти в целом, на всех уровнях. Сегодня особенно важны солидарность, солидарная позиция, усилия самих граждан. Сегодня особенно важны контроль со стороны гражданского общества над бюрократией, выдвижение инициатив и честных людей для обновления власти. Мы должны не бояться такой активности общества, а, напротив, всячески её поддерживать. Дорогие друзья, наша политика должна быть абсолютно правдивой, честной и последовательной. Только тогда Единая Россия будет по-прежнему оставаться партией народного доверия. Партии способны предложить нации конструктивную, объективную повестку, обеспечить стабильное развитие страны, защитить гражданский мир и общественное согласие. Мы с вами создали Народный фронт, который на короткое время стал широкой общественной коалицией, дал возможность беспартийным, представителям других партий даже, многим энергичным, неравнодушным людям влиять на выработку и принятие государственных решений. Именно через Народный фронт идёт обновление партии Единая Россия, поиск новых подходов, поиск новых идей. Определять приоритеты мы должны не в чиновничьих кабинетах, как я уже говорил, а вместе с самими гражданами страны и в интересах этих граждан. Мы вместе с вами почти пять месяцев работали над формированием программы наших дальнейших действий. Она включает в себя инициативы и проекты регионов, общественных объединений, граждан, по сути, наших избирателей. В общей сложности поступило более миллиона писем, обращений, поправок и к нашей программе, и к законам. Заинтересованность, готовность к обсуждению проблем со стороны общества огромна. Собранные предложения – это, по сути, народный наказ. Нужно провести тщательный анализ этих предложений, отработать самые ценные и положить их в основу нашей работы на ближайшие пять лет. У нас ещё хватает нерешённых проблем. Многое из задуманного только предстоит воплотить в реальность, создать, построить. Многое нужно изменить к лучшему в нашей экономике, в социальной сфере, в жизни наших граждан. Уверен, мы это в состоянии сделать и сделаем на основе общенародной консолидации, опираясь на широкую общественную поддержку, на все слои и институты гражданского общества. И вместе, безусловно, добьёмся победы. Уважаемые друзья, страна, по сути, уже вступила в продолжительный избирательный цикл. 4 декабря – выборы в Государственную Думу, затем формирование его комитетов и органов управления, весной следующего года – выборы президента Российской Федерации. В этой связи хочу вам высказать слова благодарности за положительную реакцию на предложение баллотироваться мне в качестве президента России. Для меня это огромная честь. Спасибо. Я надеюсь на вашу поддержку. Благодарю вас. Надеюсь на вашу поддержку и в будущем. После избрания президента предстоит формирование правительства Российской Федерации. Уважаемые друзья, всё это – чрезвычайно важные этапы создания базовых условий для политической стабильности в России, без которой мы не сможем с вами ни поступательно развивать экономику, ни обеспечить повышение уровня благосостояния наших граждан. Но первый шаг на этом пути – это, как мы с вами говорили, выборы Государственной Думы. И в этой связи я хочу обратиться ко всем, кто находится в этом зале, ко всем членам партии «Единая Россия», ко всем нашим сторонникам. Хочу обратиться ко всем гражданам России, поддержать на выборах в Государственную Думу «Единую Россию», проголосовать за её кандидатов во главе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Уверен, что «Единая Россия» победит. И, опираясь на общенародную поддержку, Дмитрий Анатольевич сможет создать новую, эффективно функционирующую, молодую, энергичную, управленческую команду. Возглавит правительство Российской Федерации для того, чтобы продолжить работу по модернизации всех сторон нашей жизни. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...